Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Красногорске снизилось более чем на 11% по данным управления МВД муниципалитета. Отчет начальника ведомства Николай Жуков открыл первое в наступившем году заседание Совета депутатов. Народным избранникам представлен не только доклад о работе полиции в 2022, но и оценка ее результатов. Окружное УМВД – лидер Московской области по выявлению и раскрытию преступлений с помощью системы «Безопасный регион». Однако серьезным вызовом для правоохранителей не только в Подмосковье остается кибер- и телефонное мошенничество. Сейчас, к сожалению, они активизировались. У нас есть рост по данному виду преступлений аж на почти 70% мошенничества. Потому что мошенничества, как правило, они неконтактные, а сервера, откуда осуществляются телефонные звонки подверженным гражданам, они все находятся за пределами Российской Федерации. И сейчас очень, в день по три, по четыре звонка, действительно, это большая беда сейчас. Один из важных вопросов повестки – внесение изменений в правила благоустройства городского округа. Предложенный проект поправок был снят с рассмотрения по представлению Красногорской прокуратуры. Тема очень такая болезненная и деликатная. Тут, как говорится, надо бороться за каждый кустик, за каждое дерево. И тут не должно быть таких очень общих фраз. Все должно быть конкретно и четко. Поэтому вопрос перенесен на комиссию, будет повторно рассмотрен с учетом представления прокуратуры. В рамках заседания депутатами также рассмотрено предложение об учреждении автономной некоммерческой организации «Лицей Ландау». Проект подразумевает частную общеобразовательную школу с углубленным изучением точных наук. Кроме того, по словам заместителя главы Натальи Тимошиной, руководство лицея намерено наладить сотрудничество с ведущими профильными вузами страны. Это позволит обеспечить высокий уровень знаний учащихся. Проект утвержден большинством голосов депутатского корпуса.